Итак, ребят, всем привет! Давно не было обзоров Если честно, потому что банально не было каких-то интересных поводов Но сегодня наконец-таки повод у нас интересный есть Не зря мы сегодня собрались Такая большая достаточно коробка соответственно перед вами, как вы видите Это долгожданный кузов от Wolf RC Соответственно, я думаю вы знаете Андрей Родионов Вконтакте у него есть группа своя И он занимается производством моделей Моделизм нового уровня Моделизм нового взгляда у человека Интересная философия достаточно имеется И наконец-таки долгожданный кузов, который я приобрел 17 ноября 2017 года Откроем коробку и посмотрим, что в коробке внутри Так, хорошо запечатано Хорошо проклеено Открываем коробочку Внутри нас ждет что-то явно очень интересное Ну, по превью вы, наверное, уже знаете что мы там ожидаем увидеть и получить Здесь у нас внутри внутри, как вы видите упаковка А в упаковке у нас НИ-ХУ-Я Не знаю, давайте, может быть вот так попробую Все еще НИ-ХУ-Я Ну, как это-то? Ну, а теперь, знаете шуточки в сторону И давайте немножечко обсудим Скажем так Как я думаю, вы понимаете обзора, к сожалению у нас на Land Rover серию не будет Чтобы не было совсем скучно в кадре будет вот отверточка кстати, очень хорошая отвертка Крайне рекомендую к покупке Теперь давайте отбросим шутки и обсудим типичный бизнес по-русски В каких-то рассказах разговорах длинных-длинных постах философских Все выглядит очень красиво Все выглядит очень правильно Но на деле как-то оказалось немножко все более печально Как я уже сказал 17 ноября 2017 года я оплатил кузов оплатил его полностью отдал между прочим 8 тысяч рублей Конечно можно сейчас долго разглагольствовать о том, что дешево это дорого Ну просто в России есть зарплаты там порядка 8, 10, 15 тысяч рублей которые выплачиваются даже иногда с задержками и люди месяц там как-то живут с зарплатой 8 тысяч рублей Но понятное дело меня никто там за руку не тянул Я сам заплатил там эти деньги я знал там как говорится какая там эта сумма Но согласитесь за просто банально кузов для игрушечной там модельки 8 тысяч ну это не маленькие деньги и за 8 тысяч ты хочешь получать все-таки ну какое-то нормальное отношение я же увидел очередную красивую порцию фотографии кузова списался с Андреем который Wolf RC одно и то же но мы с ним попереписывались там в течение там некоторого времени все еще 17 ноября и в этот же день я соответственно полностью перевел полную сумму денег за кузов которую там скажем попросил Андрей и все начиналось достаточно неплохо то есть уже в ноябре там не буду точно какие-то даты называть я их не помню не хочу там сейчас по бумажечке смотреть что когда было это не суть важного просто общий смысл я вам какой-то такой передам еще в ноябре там в 20-х числах мой кузов уже семимильными шагами двигался практически ко мне там были напечатаны задние крылья там рамка лобового стекла крыши не суть важного еще не очень долго как бы томился я в ожидании соответственно дальнейшего какого-то процесса прогресса в начале декабря мой кузов уже был такой практически полностью напечатанный фурнитура не было не было капота ну и еще каких-то мелочей то есть кузов уже был практически полностью готов соответственно где-то в декабре месяце и должен был по нашей договоренности уехать на там так как это 3D печать на выведение 3D печати и на ну типа шкурка не шкурка там грунтовка подготовка к покраске чтобы ну кузов я получил вот уже полностью готовый из разряда отдал там на покраску после того как сделал какое-то там шасси и поехал катать все это было достаточно неплохо достаточно такие как бы прогресс процесс да я понимаю там это не фабрика не завод но вот где-то в конце декабря уже 2017 года началась такая грустная сказка под названием УАЗ 469 УАЗ который Андрей начал разрабатывать сейчас это ну где-то будут мои предположения и догадки как я по крайней мере вижу данную ситуацию я это не утверждаю что было это именно так а ситуация на мой взгляд разворачивалась дальше следующим образом Land Rover марка ну в модельном соответственно виде не мега супер популярная особенно в нашей стране то есть там всем Land Rover надоели ну и гипотетически там за 8000 никто Land Rover не хочет Андрей это достаточно быстро понял не буду там строить какие-то гипотезы и догадки как серия продавалась за границу не продавалась за границу но УАЗ я так понимаю появился неспроста потому что ну у вас соответственно просто банально достаточно я думаю высокий хороший спрос судя по крайней мере опять таки по тому сколько людей среди вас там моих подписчиков там соответственно моих знакомых я знаю что вы купили УАЗы при этом не знаю что кто бы то ни было кроме меня купил серию но опять таки я не говорю что не было там никаких продаж возможно они были в январе появилась такая грустная история под названием как я сказал чуть ранее УАЗ 469 и как я предполагаю УАЗ 469 просто был предзаказан существенно большим количеством людей он резко стал интереснее чем Land Rover серия и Land Rover серия так знаете тихонько тихонько все дальше и дальше и дальше и дальше на антресоле куда-то уезжал там возможно сначала в другую комнату потом в другую квартиру в другой город и там в сторону Владивостока вот как-то он так отодвигался 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 с января по там март конец марта я периодически спрашивал есть ли какой-то процесс по соответственно серии по серии прогресса не было вообще никакого то есть все там какие-то новости были посвящены УАЗу и причем мне как человеку который заплатил 8000 рублей за кузов Land Rover серии который интересовался где же мой Land Rover где какой-то прогресс мне почему-то рассказывались новости что засады с УАЗом я печатаю там что-то для УАЗа меня как человека оплатившего Land Rover соответственно не очень сильно это интересовало но с января по конец марта как-то ну совсем было там не до Land Rover серии и соответственно раз в месяц спросил ответ получил который я и предполагал что я услышу сроки чуть-чуть сдвигаются чуть-чуть сдвигаются наверное там это конец мая там еще что-то май там год правда не уточнялся каждый раз помимо каких-то таких вот сдвижений сроков никакого прогресса не было и в конце марта я в очередной раз спросил есть ли какие-то новости новостей снова не было но от Андрея поступило предложение вернуть мне деньги то есть как бы если там я недоволен столь длительным сроком я взял некоторую паузу пауза это длилось там дней 10 наверное плюс-минус и где-то там в десятых числах 11 числа это было апреля 2018 уже года я все-таки попросил вернуть мне деньги что такие сроки меня не устраивают это какие-то такие пустые обещания как я уже говорил на фоне того что процессы прогресса по серии не было абсолютно никакого вот как он в декабре лег куда-то там на антресоли причем в начале образно декабря вот он уже был напечатан работа которая делала Андрей была на этом закончена и после этого никакого прогресса не было то есть как вот он лег где-то там в декабре без капота без фурнитуры вот просто голый напечатанный кузов ну да он был другим человеком там отшкурин загрунтован вроде как подготовлен под покраску и на этом все 11 числа все-таки меня немножко уже так это все поднапрягло 11 апреля я попросил вернуть мне деньги и здесь началась новая история достаточно интересная с возвратом денег 11 апреля ну через 10 дней там грубо говоря после того как человек мне сам предложил вернуть деньги денег неожиданно не оказалось вот это поворот как тебе такое Илон Маск у тебя наверное в Кремниевой долине такого еще нету то есть тебе модель бизнеса такое поведение как интересно перенимай опыт то есть как бы у нас пользуются этим достаточно давно ты наверное об этом даже не знаешь в 20-х числах мне было предложено подождать там еще сколько-то потом мне было возвращено внимание 2000 рублей из 8 сегодня у нас 22 мая 2018 года и с 11 апреля когда я попросил все-таки вернуть мне мои деньги обратно на данный момент на сегодняшний день я получил только 50 процентов оплаченной суммы за кузов на фоне всего вышесказанного если честно становится немножко грустно потому что ты понимаешь что даже платя немаленькие деньги они вообще ровным счетом ничего не значат это не будет выполнен нормально твой заказ когда твой заказ будет просором другого слова у меня просто нет по срокам ну просто феноменально да там все-таки 5 там месяцев ожидания кузова но это немножко такой как бы все-таки перебор потом ты еще должен больше месяца полтора месяца ждать возврат денег и насколько эта эпопея растянется тоже большой вопрос ты хочешь получать какое-то нормальное отношение потому что как я уже говорил у нас в стране люди там зарплату за месяц иногда получают там 8-15-20 тысяч рублей а здесь кузов за игрушку и как-то ну лично вот по моим жизненным каким-то представлениям реалиям в эти деньги должно входить нормальное отношение к клиенту они бомбит у меня ты че орешь а че они говорят что у меня бомбит ты думаешь нет бомбит у меня бомбит у меня у меня у меня это не вы 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 Продолжение следует...